Музыкальные паузы И у нас здесь красота среди бегущих Висп и Даззл заезжают Для IG Интересненько Очень интересненько Ну и Здесь просто не знаю Если IG не забанят Аппаратшена Они его просто не успеют То есть сейчас их вопси могут из его забирать Потому что комбиночка вырисовывается Будь здоров Ворвался Акс По все это дело залетает в ульта аппарата Там еще дезераптор может закинуть И соответственно весь этот отхил В виде виспа В виде Даззла Просто сводится на ней Ну и самое главное Это очень круто Давненько мы такого не видели Но ладно уж отвечу за себя Я так точно давненько не видел Ну из поклон веков Акс всегда контрил Даззла И тем более Акс сейчас очень популярен Посмотрим как будет здесь Я надеюсь что здесь будет Тот самый знаменитый легендарный Даззл Который играет против Акса Который максит Пойзон тач То есть Здесь два варианта Играть Либо ты играешь Как раз таки НСО саппорта И Ну всей командой А именно тем что убиваешь Акса Потому что смысл от его замашенного Грейва Если Акс уже разрубит тебя пополам Либо же соответственно Грейв на единичку И максить первую третью И тот вот другой вариант очень интересен Но вот что мы пока видим от FTD Club C У них будет медовая Queen of Pain По ходу дела Бисмастер Ну бисмастер то в сложной Номинально в сложной То есть Здесь вроде как и ПЛ Висп Мог бы центр пойти И Акс против них Вполне неплохо может постоять Ну с ПЛ 1 на 1 он точно хорошо постоит Вот с Виспом Такой себе Все таки Да ПЛ герой Милишник Но Если все таки это медовый фантом Ланксер Будет играться через Боттл И Вот с данным пулом Айджи могут спокойно через две бутылки пойти Ну банально просто ПЛ будет с Перитленцами Акса закидывать То есть Акса вначале проблематичная Будет наверное все таки и смысл Королеву более поставить Ну да ладно Ну да ладненько Если конечно пойдут по дефолтному Тогда Аксу придется уходить на позицию кэри Либо же пойти агрессивными даблами Why not Я конечно думаю Вряд ли думаю что это будет там Четвертый запасной вариант Аля лесной Акс Хотя кто его знает Потому что у Айджи так же Как и в предыдущей игре На фп уходит дум И соответственно это будет дум Для ронга Дум на сапоге Дум который апнет У себя в лесу левел 2 И будет уже Подключаться по карте Бегать наводить движок Напоминаю что у нас Сейчас проходит Мы с вами смотрим Дота 2 Профессионал Лиг Турнир проходит в Китае Именно эти Этот регион Представляет команды Invictus Gaming И FTD Club C И у нас Вторая игра между ними Вторая решающая Решающая в том плане Что если здесь Кианг Ян и компания Выигрывают То еще становится Один-один И боевая нича Соответственно В свою очередь Феррари 430 И компания Должна играть Только на победку Кстати говоря Хоть конечно Турнирная таблица Сейчас смысла Вообще никого не имеет У нас идет Вторая неделя Но так вот На скидочку вам скажу Что По прошествии первой недели У нас IG имеют Ого Они идут Вообще очень круто 5 игр 5 побед Ну красавцы А отставить Отставить Это IG Виталити Да Здесь IG имеют 2-3-2 В графе Победа Ничьи поражения У них 7 7 поинтов Это IG Виталити Хороший 10 поинтов В свою очередь FTD Club C 2 победы И 1 поражение 4 поинта Timbersoul На ласт пик А вот это круто И что у нас получается Лесной бисмастер Ну Лесной бисмастер Мне кажется Гораздо интереснее Нежели Лесной акс Потому что Здесь Лесной бис Себе будет реализовывать Гораздо Быстрее То есть ему не нужен Никакой блинк таггер Как акс Ему нужен просто Левел Если его Никто не трогает А Здесь С толком-то Гонять неким Ну разве что Дум какой-то Ну не знаю То Бис Получает Левел 6 Смог Вышел Дал урор Ушел фармить Это очень профитно Тимбера Можно отправить Сложную И Пейл Будет страдать Пейл здесь в принципе Везде будет страдать Уйдет в центр Кюн оф Пейн Будет его Шадоу страйками Нормально Разогревать Там даже Ну Висп Висп От него Вообще Не ногой То есть Ну какие здесь могут быть Варианты Все таки Если Пейл уйдет В мид В сложную Какого-то Дума Отправлять Ну тоже Такое себе Дум против акса Акс будет на Фрифарме Это Бэтрайдер Угу И это Бэтрайдер Я так понимаю В сложную Бэтрайдер Который По По идее Должен будет По идее Ронга Да По идее Должен будет стоять Против Формящего акса Вроде Наверное Такие расклады Нас ожидают В этой игре Ну а мы С вами В очередной Раз Пытаемся Реконектнуться На Идеальные Сервера Вторая игра Которую мы Сегодня с вами Будем смотреть Сразу же По завершению Данной катки Это будут Играть FTD Club B Да Действительно Идеальные Сервера FTD Club B Против Club Club A Club A Да Club A Против Команды Braveheart Так Реконнекшн Реконнекшн Вот это Конечно Сейчас Самые Жесткие Дропы Когда Не то Что Тебя Просто С сервака Выкидывает А тебе Из дота Выкидывает Просто Пошел Вон Просто Пошел Вон С наших Китайских Серваков Это Конечно Жестенько Жестенько Так Ну что Нормально Все Да Вроде Вроде Чин 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 Небольшие Подфризы Идут Ну Не так Чтобы Критично Так Ну что Ж Поехали По Составу Команд А Все Отлично По Составу Команд IG XS Будет Играть У нас На Доме Бобок Это Товарищи Висп Феррай 430 Будет Играть На Бэтрайдере Ронг Дазл И Кюди На Фантом Лансер Вот Такая Вот Интересная Ростановка По Линиям Посмотрим Обманули Они Сами Себя Либо Наоборот Угадали Нет Сначала Посмотрим На Копье Иммортал И Здесь Тоже Изменяется Спирит Лэнс Прикольненько Так Ну и Команды FTD Клабси Нет Все Так Не Не Угадали Хотя Может Быть Ну Он Здесь Пока Shadow Weef Ладно Гост Играет У нас На Акс Товарищ Номер Один На Дезрапторе Им Вмогает Миде Кьян Кьян На Квин Оф Пейн Ну и Соответственно На Топе У нас Тимбер Сол Против Дума И Лесной Бесс Мастер В том Плане Угадали То Что Наверное Было бы Интереснее Расставить Линию Бэтрайдера Против Акса Потому Что Все Таки Бэт Держал бы Акса На Ранже И Не Дал Бо Сечным Образом За счет Напал К себе Подходить В любом Случа Что Здесь Бэтрайдер С виспом Страдает От Шадоу Страйков Что Фантом Лансер Но У Фантом Лансера Есть Хотя Б Нюк Нюк Который Можно Спамить Кьян Кьяна Ладно Они Профессионалы Им Виднее Правильно Не Будем Тут Он Сейчас Акс Апнет Левел 3 И Фантом Лансер Даже Близко Крепа Мне Подойдет Более Того У Дезератра Появится Глимс У Дезератра Уже Есть Глимс Скиллпоинт Пока Не Берет Саппорт Команды Тейп Папси И Приколы Начнутся Ладно Фантом Лансер Сэм Доппельгангером Но Ронг На Дазле Будет Страдать Будет Здоров Сейчас Золотое Время Для Дазла Можно Учить Грейвы Можно Грейвы Максить Пока Кулин Блэйд Не Появится У Акса На Счет 0-0 Пока Все Спокойненько Будем Разумеется Внимательно Следить За Тимбером Как он Будет Здесь Бахать Но Кин оф Пейн Кин оф Пайн Пока Без Шадоу Страйка Кян Кян С Блинком Разумеется Конечно Огромное Количество Замедлений Нужна Мобильность Сначала И потом Только Можно Этими Шадоу Страйками Напрягать Да В первой Игре У нас Выиграли IG Вот видите Рисочка Зубчик На их стороне Ну и соответственно Если они Сейчас Здесь Побеждают У них Уже Будет Два Пойнта По завершению Данной Встречи У нас Все матчи На этой Лиге Проходят В формате Раунд Робин Играются Две игры То есть Такая Полноценная Вы знаете Как По футболу Сейчас Чемпионат России Заканчивается РФПЛ По моему Российская Футбольная Премьер Лига Вот то же самое Только в Китае Только Дотерская Лига Огромное Количество Команд А именно 22 коллектива Просто Для любителей Китайской Доты Ну Здесь Море Эмоции Можно Получить И Три Состава FTD И Три Состава И Home И Два Состава IG И полно Всяких Ньюби И Вичи В общем Весь Самый Сок Китайской Дота Сцены Собрался Это Реально Круто Когда Есть Команды Тир 2 Тир 3 Может Даже Тир 4 Уровня И Есть Команды Топ Команды 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 Нулик И В скором Времени Он Уйдет Формировать Стак Ну И Там Можно Будет Оставить В центре Не знаю Дазла Пусть Экспиренс Получает Разуме Здесь Гост Гост Разворот Еще Может Подраться Почему Нет Нет Туманы У Дезераптора Ну И Банальный Глимс Кулдауни Кстати Можно Было Попробовать Скоро Начнутся Приколы Для IG Когда Акс Апнет Себе Шестой Левел Вот Тогда И Поговорим Да Ну И Ни В коем Случа Не Будем Забывать Про Бисмастера Потому Сейчас Ребята Из FTD Играют Четвером У Пятый Герой Только Появляется У них Бисмастер Апнул Себе Левел 6 И Вот Сейчас Можно Драться Можно Прийти Вниз Помочь Своим Пацанам Можно В миде Заберстить Какого Нибудь Виспа Я Вот Обращаю Ваше Внимание Господа Что В первой Иг Виталити Ой Блин Пока Существует Команда Иг Виталити Я Иг Все время Буду Называть Иг Виталити Иг Конечно же В большом Количестве Закупали Себе Раиндропс Вот Тем Временем И реализация Рор На топе Забрели Дума Ну Собственно И Во второй Игре То есть Есть Раиндропс У Бэтрайдера Два Заряда Осталось Также Каплю Можно Купить И Виспо Бабок И должен Поймать Он Цель Здесь Сладкая И Дазлу Почему бы Не Да Всем Ну Купить Таким Мэджик Прокаст У FTD Хороший Смотрелось Полно Неплох Бесмастер Левел Седьмой Начинает Подпушивать Вверх Второй Он конечно Здесь Не заберет Хотел Кто знает А вот Эстаки Лол Лол А вот Эстаки Нету Маны У Тимбера Просто Нету Маны Все это Забрать Но отсюда Он просто Не уйдет Здесь У него конечно Еще и Brilliant Death Забирает Где у нас Queen of Pain Вот здесь Уже и Doom Подключился Ой Ой Четыре Крипа Очень толстых Осталось Одного Забирает Очень Лол АПшный Тимбер Тимбер Очень Лол АПшный Просто Очень Сильно Здесь Рискует Тимберочек Просто Играет С огнем Остается Кентавр И Большой Тролль Ну много Много Грязи надел Вне Всякого Сомнения Круто Апнулся И Сейчас Просто Засуицидится Мне кажется После этого Суицида Ребята Из IG Должны догадаться Что что-то Здесь не так Причем Смотрите Он еще Не самым Быстрым Образом Суицидится Пассив Здесь Здесь Тимберок Забрал У нас на верению Гост, ошибается Пришел сюда Тимбер Загрили Фантом Лансера, но лоу хпшный Лоу хпшный Акс, я бы все-таки разру... Ай, лоу, у Акса только сейчас обнулся Шестой левел Там уже, конечно, можно было рубить В любом случае, убили Фантом Лансера Убили Дазла в размен Акса В размен на Акса И получилось все вполне Неплохо По Натворсам, топовые Натворсы за Бэтрайдером 3.800 Ну и что там по Блинку? Да, Блинк уже будет вот-вот в рейв от Бабоку Соник Вейв и До свидания Да, появляется Блинк У Бета на 9-й минуте Ну, тайминг, конечно, хороший Но с таким стартом Кругл Феррари, конечно, можно вынести Было и быстрее Так, у нас здесь что-то Кабанчики как-то Бегают через фризы Нет? Хорошо Не, вроде пока нормально Хотел уже делать рестарт Ну да ладно Ну что ж, разбивают смок здесь Феррари и Бабоку Хотят реализовать Блинк Даггер На Бэре Дум, есть уже ультимейт Но отправляются они за Аксом Эх Сейчас бы у Акса Транквилл бы выбить Гост Ой, лоу хпшный Акс Он просто Находка Для своих тиммейтов И Вот она и реализация Блинка Подъехала До времени Хотят на топе забрать Фантом Ланцера Есть Доппель Гангер Ну и Фантом Ланцер Здесь в дурачка Прикидывается Ребята, вот он я Настоящий Вы посмотрите Лоу И Неплохо Неплохо отыграл Неплохо отыграл Здесь QD По крайней мере Пришлось Дезераптру Ставить Статик Шторм Ну в любом случае Конечно Фантом Ланцер В таверну отъехал Давайте посмотрим По нетворцам У нас Преимущество за FTD 750 По экспириенсу Почти 2000 Ну вот Лично мне нравятся Эти ребята Да, они здесь Явные По мнению По мнению Буквенитерских контор Являются Не фаворитами Да, в данной встрече Аутсайдерами Правильно будет сказать А теперь Рору на топе На Кудин Кудкан Верят Фантом Ланцера Лол Да, на том, тем временем Дезераптур еще Отъехал Да, что-то совсем не делал Находит бабок О, бабок На Тезере Летает на Ронга Да, ну так вот Несмотря на то, что Являются Аутсайдерами Они принимают бой Более того Даже пытаются Навязать свою игру В первой игре Это, конечно, у них Мягко говоря Вообще не получалось То есть Все попытки Навязать свою игру Заканчивались Лютым Каким-то Конвейером Лютым фидом Но все равно Шли вперед И даже один раз Тимвайпнули Айджи Почему бы нет Да, Тимпирог Конечно, очень много Здесь Вынес В Лекос Девятый левел Два фрага Три ассиста И стаки забрал Ну, смуг Сейчас разбивают Куда пойдут Ну, а тем временем Там Феррари В четвертый раз Хочет цеплять лосо И Феррари Кажется, ошибается Есть на нем Тандерстрайк Должен быть Глимс Есть Глимс Такой себе Но заагрили Бэтрайдер Феррари Прекрасный прокаст На Дизраптер Какой же толстый Здесь Бэтрайдер Несмотря на это Он все же умирает Дум На Тимбирочка Иксэс без маны Ронг в спине Ронг второй крест Лекос За Данайли Прекрасно сыграно Заагрили Дума Соник Вейв Иксэс конечно Очень толстый Еще Дазл Подходит Иксэс Рядом Висп Очень много отхила Но минус Квин оф Пейн Рор Аксиаугун Жусь Сюда пришел Фантом Лансер Бабока Есть Ой-ой-ой-ой-ой-ой Есть Грейв Акс уже бежал Рубить Но Акс отправили в таверну Раздуплился Акс Байбека Но Висп уже сам улетел К своим тиммейтам И злой Акс Здесь накинул На Ронга Ну и Ронга разумеется Здесь разрубят Ронга не простят Не просто так же Гост здесь байбекался Конечно же Вот так вот По башке Тебе успел Акс Конечно Зарубить Но там Бэтрайдер Буквально В пикселе Не успел Чтобы и с этим его обломать Несмотря на это Акс умирает Кьюди Кьюди здесь разводит На иллюзию Посмотрите Посмотрите На это Господи Но Тибера Просто так не проведешь Ой Такой рофл Конечно Глемсоноль Эксесса Уже у нас Лютый китайский Конвейер Начинается Эксесс Под виспом Вперед уже дальше Нет смысла идти Какой же Лютый конвейер Блин Это надо было Просто сейчас Фантом Лансеру Оскара выдавать Ну в скобочках Нет Потому что Здесь стоит Настоящий Фантом Лансер А он Мансует Иллюзией Которая Находится На нижней руне Но разумеется Тимбер На это не поведется Да У нас Топовые Нетворсы За Бисмастером И Тимберовочком Фантом Лансер 3400 У Пейла Вообще Все плохо Но Здесь все таки Идут последствия Из-за того Что все таки Кюди С Ронгом Пошли В агрессивную Линию И Наверное Все таки Надо было Сыграть Как-то По своей Ну и пока Очень жалко Акса Так здесь Он хочет Рубить Этих Маленьких Саппортов Рубить Вообще Всех Кто под Грейвом Но пока У Госта Просто Не доходят Руки И 5 раз Он побывал В таверне Нужен банальный Блинк Даггер Конечно же Блинк Блэнбэйл Классический Такой Акс Классическая Сборка Школьника Как ее Именует На форумах Да И Будет смотреть Очень красиво И эффективно Ну Тимбер Много вынес Почти Топовый Нетвоз У Лекаса Ну и Тимбера Сейчас Просканировали Но знают Ребята Из-за жизни Что там Кто-то есть Феррари В позиции Феррари Конечно Очень много Потерял У него Старт был Просто шикарнейший И сейчас У него Когда 1-2-3 Четвертый Нетвоз На карте Рядом Так С бессмастером Очень опасно Стоять А мало ли Там будет Хавк И вот уже Пацаны Потягиваются В спине Есть Тимберок Здесь Queen of Pain Ну что Кто первый Нападет Фантом Лансер Видит его На птичке Сломали Тимберок Затем Затем Шутки Да, думаю скоро появятся очень интересные вещи, а именно какой-нибудь Блинк Даггер, вот появился Форстав у Бэтрайдера, здесь и Квин оф Пейн забрели, и третья книжка у Бисмастера появилась. Ну все вполне неплохо вырисовывается его, команда FTD Club C, ну разве что Тимберу не надо фидить, ну что будет ли в рейф на Бобовку, Бобовку Глимсонули, Падагранкса, ну Бобовку разумеется здесь умирает, порубили, бедного саппорта, А на этом ничего не заканчивается, Рор, Феррари, Феррари под фаерфлай, успевает дать форс из кинетика, там буквально на миллисекундах анимация, ну и Феррари Глимсонули, до свидания. Да, и Ридзава Смолганг от FTD Club C, все у них получилось, и счет становится 15-11. На сегодняшний раз топовый Нетворс уже за Думом, Дум с Блинком, и ультимейт у него будет через 20 секунд. Фантом Лантер пока в игре вообще не видит, у него 1000 хп, находит Дезраптора, Инфернал Блейд, Инфернал Блейд 3 и минус Дезраптор. Дум уже левел 13, вот мы смотрим по левел 1, он топовый, просто XS топчик. Ну, нам все-таки отдать должное, он ставил 1-1 против Тимбера, плюс у него Hand of Middles, имеет 3 фрага, 5 ассистов, ну и очень полезен для своей команды. Тимброк у нас будет выходить в Бладстон, так, есть Дум, Инфернал Блейд, земли нету, XS нету земли, здесь уже... Кьян Кьян пытается, конечно, бодиблочить XS и нужно донайить, лол, не получилось. Не получилось, просто в Соляно пока завозят катку для своих пацанов XS. И его агрессивная игра на нижней линии, здесь он сыграл не менее уверенно. Но обратите внимание на Вижен, то есть, вроде как, сейчас последние минуты доминируют, очень уверенную доту показывают ребята из IG, вот если мы смотрим на вардинг от команд, просто такая береговая линия охраны. Набраска планикарты от FTD к лапсе, в свою очередь, у IG такие более защитные варды, с умлессием, пока не на центре, пока не в атаку идти особо вперед не готов. Но играют от своих ультимейтов, оно и правильно, ну и банально смысл вам идти вперед, когда у вас мейнкеррия... Ну ничего нет, пока у вас мейнкеррия в принципе нет, то есть Фантом Ланцер с травлами, причем он с травлами свои леса фармит. На линию выйти здесь квиди очень опасно, то есть здесь все-таки Акс и Квин оф Пейн. Я не знаю, сколько здесь нужно жиру у Фантом Ланцера, ну точнее не знаю, как-нибудь там Тараска, как минимум, или Скади смотрелось бы очень хорошо. Но как быстро квиди это выформят? В прошлой игре у него тоже старт был ужаснейший. Он эту проблему решил тем, что собрал Хэнд оф Мидос на старте, Шадоу Блейд, и вроде там с командой вместе пятером бегали, как-то вернулся в игру. Здесь все-таки Фантом Ланцер, герой несколько иного типа. Конечно, он может помогать, приходить в замес в команде, но здесь он своим количеством хп просто кусок мяса. Пришел, кинул в Спирит Ланцер, более того. Все-таки его иллюзии против Акса его же самого и погубят. Заходите временно с IG на Рошана. В прошлой игре, обращая ваше внимание, этого персонажа в доске вообще не замечала ни та, ни другая команда. Причем огромное количество сэвов в ситуации, когда можно было его забрать, просто забивали бога. Да, Бангвардик у нас в тем временем появляется в Акса, не стал здесь Гост выходить в Блэд Мэйл. Пока что. Ну и Рошан для Дума, а Егис. Интересное решение. Очень интересное решение. Ронг, Грейв на себя. Эх, это было так близко. Ну, наверное, там побоялся Ронг, что какая-нибудь Queen of Pain залетит и с прокаста его сдует. Хотя, вот у него ХП, давайте посмотрим. Тысяча. Не, не убил. Ну, надо понимать, что данная игра, если не будет двигаться вперед со стороны FTD и Клапси, а именно они должны форсировать эту катку, то в перспективе, там, к минуте, не знаю, 50-й, да, может быть, даже уже 40-й, 45-й, везет к поражению. Потому что толкового лейта у них нет. Да, у них пик сам по себе. Три героя, Queen of Pain, Timbersaw и Axe, убивает Phantom Lancer, убивает его на Изи. Но здесь же Phantom Lancer не один играет, правильно? Все-таки у Phantom Lancer очень много подсейва. У него есть и Doom, у него есть и Бэтрайдер. Так, у нас, наверное, Relocate на Тибера, Doom, Infernal Blade. Ну и приходится уже Дезраптор, есть Axe, Глимсанолия, Excessor. Лиекос просто все его добивает! И в очередной раз фрага достается дома. Блин, ну как же у них не получается? Надо потренить. Обязательно на буткемпе ему этот момент нужно потренить. Фокус пошел по Госту. Гост у нас без маны. С Дефьюжн Блейдом уже QD. Гост также отправится в Таверну. В Рейв. На Феррари. Феррари умирает. Умирает. QD ЛОХП. И сюда приходит Бабока. Подхилив своего майнкерри. Доппергангер. Фантом Лансер. Выживает за ним просто. Погоня. Чакра. Тимберчейн минус Фантом Лансер. Ну вот сходили, ребята, в атаку. Более того, здесь еще и Виспа забрали. XS. XS не боится. XS с Айгисом. XS ошибается. А давайте-ка я, ребята, Тим Вайпу. Умру вместе с вами. Да, XS, разумеется, отсюда также никуда не отпустят. Более того, XS отдает стрик. Отдает стрик Тимбер Сол. Ну и Тимбер уже с Бладстоуном. Только я хотел сказать перед этим замесом, что Фантом Лансер здесь, в принципе, не имеет никакого значения на эту минуту. Потому что роль Кэрри, роль игрок, который ведет свою команду героя, образующего у Айджи, является Дум. Образующим, да? Как Дум взял и нафидил. Вырыв тем временем здесь идет на Тимбера. Ну Тимбер на крайняк может банально свой ценится. Хотя попробуй его еще и убей. Да, он просто на Тимберчейне уезжает. Или все-таки пойдут? Смотрите-ка. Феррари. Эх, не попадает Лейка с Тимберчейном. Ну и... Не стал суицидиться. Да, все-таки фраг достается. Тем временем на топе. Есть Рорф, QD. Сюда уже потянулись пацаны. Есть Доппельгангер, QD. Просто растопышился. Все сделано четко. Шивы, тем временем, появляются у Дума. Вообще интересно. Потому что давайте посмотрим по итемам. Что здесь имеет FTD. И пойдут ли они вообще в атаку. Ну акса появится Блэдмейл. Это точно. Что по Дизраптору. Дизраптор с Глимером. Тимбер очень мощный. На 1300 на руках. Бисмастер также много всего вынес. И, соответственно, Queen of Pain. Queen of Pain, которая с Арчитом. Я так понимаю, как раз таки это Queen of Pain, который будет справляться с обязанностями Кора. Более-менее какого толкового. Потому что... Можно, конечно, пойти в Аганим. И очень надолгое время забыть про Фантом Ланцеры. А можно собрать какую-нибудь БКБ Кирасу. И потом этот Арчит Мальваленс апнуть в Блэдтор. Было бы очень, конечно, красиво. Это... да. Это да. Но надо делать что-то с Думом. Потому что именно сейчас XS является для команды FTD Club C камнем преткновения. Потому что его ультимейт, его агрессивная игра. И очень много импакта вносит для своих тиммейтов. Ватрайдер также будет выходить в Блинк. Кто выиграл первую карту? Первую карту выиграли ребята из Эджи. Надо дождаться, как он Блэдмейла, Накси. Ну, как мы видим. FTD считает, что... Не надо. Не стоит. Ну и разбивает Смок. А что по сканам? IG скан у них отсутствует. У FTD скан также отсутствует. Прямо синхронно практически. Видит иллюзию Фантом Лансера. И иллюзия пропала. Ну что, а будут ли на развороте? В принципе, по позиционам сейчас IG сильно проступали. Но вот решили все-таки на лучшем моменту дождаться. В пятером бегают фармят. Ну вот пока не совсем ясны вот эти вот Boots of Travel на Фантом Лансера. То есть у него было 5 минут назад 1100 хп. Там он поднял себе левел. Да, и... Стало у него 1200 хп. Конечно, с ПТ-шечкой будет что-то побольше, но... Просто вот эти вот Boots of Travel, как обычно, да, на Фантоме, они в этой игре не дают ему мобильности. Потому что у FTD очень мобильная агрессия сам по себе. Врыв тем временем пошел на Бисмастера. Бисмастера не получил из-за Берстей. В первую очередь ворвался Doom мясом замес. Кинул ультимейт на одного Акса. И размен пока один в одного. Бобока под Грейвом. Фокус по QD. Успевает дать Доппельгангер. Соник Вейв по одному. Ронгу. Ронг. Но здесь просто брат за брата играет саппорт. Сейвит его Висп. Разумеется, на Аэрлокей сейчас вернуться. Нужно как-то драться. Отгоняй Феррари. Феррари под Глеймсом. Под Сатик Шторм. Феррари умирает. Ну что, два саппорта даже сейчас вернутся. Нет, возвращается один Бобока. Тезер на QD. Ну и Бобока выживает. Да, ужасно. Просто ужасно сыграно от IG. Все-таки, когда ты инициируешь. Когда вы валиваетесь. Даете весь фоллоу по Бисмастеру. И вы этого Бисмастера не то, что не забираете. Вы его на полстолба даже не пробиваете. Вот это смысл задуматься. Потому что то, что у IG отправились в таверну всего лишь Бэтрайдер и Дум. Но это заслуга саппортов. Потому что по-хорошему там должно быть, да. Было бы минус 4. Линкен Сфера появляется у Квин оф Пейн. Мне кажется, это даже не столько для себя. Ну, так же будет полезно, конечно, для КВП. Сколько для Акса. Ой, бедный гост этих ультимейтов. Вот думаю, столько уже наловился. А он хочет рубить. Он хочет рубить. Забегает Эфтеди в аражеский лес. Без мага. Вот так вот прям нагло. Он, в принципе, не нужен. Они и так все прекрасно видят. Бабоку нахуй. Да, ну и Бабоку никуда не отпускать. Дум на Тимбера надо кидать. Ну, двоякая. Не то чтобы двоякая ситуация. Скажем так, ситуативная ситуация, да. Дота вообще ситуативная. Просто здесь, если Аксу давать нажимать свои кнопки, а именно одну кнопку в замесе, да, то тогда наличие дазла у вас практически сходится на нет. Ну, потому что хил со временем, да, конечно, хил сейчас актуален. И там много подхила идет, да. И дэмэдж по-прежнему ощутим. Но минут через 15 этот третий спелл будет такой себе. Врыв на Эксесса. Лоу ФП на сервине Бэтрайдер. Также указается в Таверну. Минус Эксесс, минус Феррари. Ну и в очередной раз, в очередной раз ошибается IG. Причем начинали они также первые. Так вот, по поводу Думан. Все-таки Тимбера можно будет хоть как-то покайтить своим отхилом, своими грейвами и так далее. Чего не скажешь про Акса. Он с грейвами, с героями под грейвами разговаривает. На ты. Ну что ж, Фантом Лансер. 1500 хп. Идут в атаку. FTD Клапси. 30-ая минута у них все есть для того, чтобы сносить центральную сторону. И Кримсон на Аксе. И очень жирный, разумеется, Тимберок. Там и Дезратор своим прокастом поможет. Но чем дефаться? Бэтрайдер сейчас появится. Дум будет 16 секунд. Решили отойти. Все-таки FTD решили немножечко... Немножечко повременить. Ну что ж, хорошо. Смотрим мы на графике. Преимущества за FTD 5000+, по экспириенциям 7,5. Я на IG 500 евро поставил. Это я читаю комментарии. Комментарии зрителя в чате Твича. Ну пока... Пока во второй игре не особо они оправдывают, да? Врыв на серию на QD. Доппельгангер прожимается. Глем санули. На сервис... На сервис QD здесь Оскар не получает. Ну и на сервис мы получаем лаги. От Perfect World минус Дазл. Спас здесь Бобок из своего мейнкерри. Но сейчас они возвращаются. Ну разумеется, один вис должен вернуться. Лоу. Так, все правильно, конечно. Вернулся один вис. Фантом Лансер сразу бегом-бегом фармить. И в очередной раз IG проигрывает замес. И... Сторон тоже можно... Ну, сторону, конечно, вряд ли. Заберут Тавр. Тавр можно забрать. Развести на Glyph Rification. Своих оппонентов... Давайте я потом быстренько дам рестарт. Пока там Glyph прожали. Я думаю, мы успеем. Я думаю, мы успеем. Потому что сейчас, наверное, там все-таки... FTD добились своего. Заставили проживать оппонента Glyph. Наверное, сейчас снесут Тавр и отойдут. На бараке, наверное, дальше смысла нет лезть. А нет, посмотрите-ка. Пошла жара. Хотят. Хотят забрать бараки. Ну и лично они... Нехило здесь размяли. 500 хп остается. Ну и также размяли рейнджевой. Так. Врыв. На ронга. Ронг. Под арчидом. Минус ронг. Минус Doom. Минус Batrider. И минус центральная сторона. Более того, у IG все без байбека. Есть байбек только у Фантом Лансера. Еще и Курьера здесь забрили. Очень, очень много здесь ребята из FTD Club C выигрывают. И они не хотят останавливаться на достигнутом. Они понимают, что в лейте им будет очень тяжело. Но сейчас они очень сильны. Сейчас они играют 4 на 5. То, что Фантом Лансера в этой игре нет. Вот. Киди просто подошел. Мол. Я. Я у мамы мейнкерри. Мой тимбер буквально нажимает 2 спела. До свидания. Две стороны минус. 3 четвертая минута. Начинаем играть в доту. Ну практически топ 4 нетворса за FTD. Разве что Фантом Лансер 16 тысяч. Ну до Фантом Лансера появилась Монта. 1600 хп практически у него. Монта здесь разве что снимет для него. С него арчит Малеваленс. Но опять таки он может это сделать и диффузами. Но мне кажется больше минусов для него принесет. Нежели чем плюс. Но опять таки мы стремим про Акса. Акса я так понимаю делает для себя индивидуальную линкенсферу. А может быть это будет какой нибудь лотос орд. Мол. Ты меня не думь. Ты тимбера думи. Да. Да. Это. Это лотос. Квин оф пейнт с блокен баром. Ну готово. Тимбер также с линкенсферой. Бисмастер с керасой. И у нас находит. Феррари. Феррари. Есть БКБ. Здесь также Бабока. Они сейчас от этого Акса все отлетят. Сюда уже потернулся и тимберок. Феррари БКБ закончилось. Бабока ло хпшный. Бабока 27 хп. Бабока умирает. Ронга глимсанули. Ронг также умирает. Минус 2 саппорта. Очень жадные саппортов набрали сюда. Ребята АйДжи. У них пинг. Пинг. Извиняюсь. Пик очень тонкий получается. То есть. Обсуждалось это еще на стадии пика панов. Зайдет какой-нибудь оперейшн. И весь их подхил потенциал сойдется на нет. Ну ребята из FTD взяли очень круто. Возьмем просто текущий нет. Возьмем Акса. Ведь даже не столько Акс хорошо смотрится против этих саппортов, сколько исполнение в FTD. Ну и заходят они на Рошана. Забирают Айгис. И разумеется пойдут на третью сторону. Завершать. Завершать эту легчайшую для них с виду. Катку. Додос? Нет, нет, нет. Это не Додос, конечно же, друзья. Это Perfect World. Может быть их додосит, да? Кто их знает? Их китайские конкуренты. Меня-то не додосит точно. Это Perfect World. Здесь бывает лагает, когда Тимбер, не знаю, там один прогуливается по лесам. Бывает замесе 5 на 5. У меня это... Такой некий рандом. Ну что, идут в атаку. В атаку, ребята, из FTD. В очередной раз забирают Курьера. Конечно, Курьер, что у прошлого, также недорогой, но тем не менее. То есть по графику мы смотрим, там почти 20-ка по экспириенсу. То же самое. В рейв на Тимбера. Не самая лучшая цель. Феррари просто ворвался мясом. В замес Феррари без байбека и XS. Есть Sonic Wave XS. Под Грейвом, наконец-то, разрубил его. Здесь Акс делает трипл килл Гост. Ну и Кудизис доигрался. Акс выигрывает эту игру, наказав всех в итоге. На 37-й минуте. Сделал ультра килл. И Гост и компания сводят счет в данной серии 1-1. И у нас, итого получается, боевая ничья. Именно с таким результатом команда на сегодня и расходится. Получает каждая команда по одному поинту. И на этом, собственно, все. Кстати говоря, сегодня они, по-моему, еще будут играть. Сейчас я вам скажу точно. Так. FTD Club C IG. Нет, на сегодня у них все. Сегодня в рамках данного турнира ребята отдыхают. Ну а мы с вами отправляемся на следующую игру. Следующая встреча у нас будет FTD Club A. против команды Brave Heart. Игра начнется буквально через 5 минут. Лобби. Сейчас я посмотрю. Лобби уже создали. Поэтому после небольшой музыкальной паузы мы с вами обязательно ворвемся. Никуда не переключайтесь. Продолжение следует.